Ну что, я снова всех приветствую, на связи Флоди, как обычно находимся на Амазинге и это 29 выпуск Будни ФСБ. Долго сначала тянуть не буду, максимум попрошу, чтобы вы подписались на канал, если не подписаны, поставили лайк под ролик, а также написали комментарий для продвижения. Также не забывайте скачивать Амазинг по моей ссылочке в описании и начинать играть вместе со мной. А также не забывайте вводить мой промокод Флоди, который на пятом уровне даст тебе 100 тысяч, а на десятом еще 200. В целом все, всем приятного аптиток ты кушает и приятного просмотра. Погнали! Короче, ребят, отметил какого-то Дима Ретурна в списке разыскиваемых, поэтому я отправляюсь сейчас за ним, он где-то находится в районе Кольца Южного, не знаю, что вообще он из себя представляет, но в любом случае давайте отправимся за ним. Ну, как я понимаю, вот он, где-то тут на истошке стоит. А, да, вот он. Товарищ, а кто есть? Вот, который на Мазде. А, это Тойота Супер. Ой, перепутал. Сейчас, подождите. А у вас что-то, что случилось? Там что-то серьезное. Есть подозрение, что человек находится в базе федерального розыска. Так, здравия желаю, гражданин, оставайтесь на месте. Ознакомьтесь с удостоверением, когда ознакомьтесь, дайте знать. Гражданин, будьте добры предоставить мне свой документ, который удостоверяет вашу личность. Поможете его, пожалуйста, не задерживать? Ну, подождите, даже еще не удостоверился, находится он в розыске или нет. Это, конечно, очень хорошо, если он не находится. А если находится, то нам пора спешить. Я видел, как Дима вчера человека убил. Ну все, ребят, короче, задерживаем его, так как он находится в федеральном розыске. Так, получается, вы будете задержаны сроком лишения свободы на 3 года за убийство. Вопрос по задержанию имеете? Все, получается, отправляем этого Димана в тюрьму. И, получается, давайте дальше продолжим ловить каких-то нарушителей. Короче, ребят, предлагаю сейчас поехать по списку угонки. Есть какой-то тягач Рено Магнум. Поэтому давайте отправимся за ним. Он где-то у нас сейчас в Южном находится. Поэтому отправляемся за ним. Короче, ребят, как я вижу, вот он у нас Лыткарина. Сейчас вот тут стоит на загрузке. То, что я говорил, то, что он в Южке, типа, забудьте про это. Просто он уехал оттуда, и я его смог найти аж в Лытке. Так, все, давайте мы кидаем чейс. Так, и проверяем, это он. Да, все, это он. Мне кажется, типа, что он на грузовике сделает, он от меня точно не уедет. Типа, поэтому будем сейчас его оформлять. Здравия желаю, гражданин. Можете, пожалуйста, предъявить документ, который удостоверяет вашу личность. Так, паспорт есть. Хорошо, гражданин, можете, пожалуйста, предоставить ПТС на данное авто? Взял технический паспорт с рук человека напротив, затем ознакомился с ним. Ну вот, как мы видим, транспорт находится в розыске. Гражданин, вы знали, что у вас транспорт в розыске находится? Нет, но догадываюсь, что некомпетентные сотрудники ДПС его объявили в розыск. И они начали заниматься своими делами, а я сказал, ну вы развлекайтесь, а я поехал. Ну это, конечно, странно, типа, уезжать, когда у тебя транспорт в розыске, типа, даже не попросить его снять. Блин, странно, ребят, вообще дела. Вообще у него фиксации никакой нету, поэтому я полное сейчас имею право взять. Ммм, я понял. Короче, я перезашел, и этот тип у нас есть, как бы, опять в розыске. Поэтому давайте, он где-то тут сейчас будет ехать, и я сейчас его постараюсь остановить. Вот он едет, все. Еще раз добрый день, здравствуйте. О, Сэм, меня просто туда вылетело. Так, что же будем делать тогда с вами? Ну, получается, у вас нету фиксации. Поэтому придется, наверное, эвакуировать ваш грузовик. Короче, ребят, я с ним договорился. Вообще, я имею полное право сейчас взять, поехать эвакуатор и сразу же эвакуировать его грузовик. Но я ему решил пойти, так скажем, на уступки. И сейчас он доедет рейс, а потом мы уже с лесорубов поедем в отдел ДПС, и там уже возьмем эвакуатор и эвакуируем его грузовик. Все, получается, цепляем его сейчас в грузовик. Я даже вот сейчас, пока мы с ним ехали, так немножечко разговорились. И, кстати, если этот мага смотрит мой ролик, то как бы ему просто огромный привет. Типа, ты реально прям такой ровный пацанчик, который не начал там агрессировать, когда я к нему подъехал. Типа, реально, вот прям красавчик. Если честно, то хотелось бы побольше таких вот игроков, как вот этот. Все, получается, прописываем командочку и сдаем грузовик на штрафстоянку, и получаем 150 тысяч. Короче, ребят, сейчас дам вот эту F-90 на штрафстоянку, а также ту, которая сейчас вот уже подъехала на штрафстоянке. Так, за F-90 я только что получил десятку, а за F-75, ну неплохо. Извиняюсь, что отвлекаю вас от просмотра этого ролика, но вы только взгляните, какое превью сделал мой друг Рейник. Качество, быстрое выполнение работ, позитивные эмоции сделок, все это у его дизайн-студии. Если ты надумаешь заказать какую-либо дизайн-ослугу, то действует мой промокод FLOTY на 15% скидки. Не упускай возможность получить качественные дизайн-ослуги по вкусным ценам. Дерзай. Так, а сейчас у нас проходят сборы на так называемый поезд, сейчас у нас там произошло крушение. И сейчас, как я понимаю, мы туда отправимся, только мы еще не знаем, где этот поезд как раз-таки крушился. Поэтому ждем, пока нам кто-то там доложит, где он крушился, а дальше уже отправимся на то место. Все, короче, передали информацию. У нас сейчас поезд находится на заводе, поэтому мы просто тупо летим туда, потому что могут приехать ОПГшники, занять впервые нас позиции, и тогда будет очень сложно прорваться вглубь поезда. Но нам самое главное не отдать то, что в нем лежит. Собственно, все, мы приехали, тут уже разместили наши машины, чтобы мы просто могли бы вот от них как раз-таки играть против ОПГшников. Пока что вроде бы никого не было, мы приехали сюда первыми, они, скорее всего, еще там не знают, где и что. Но вот только заговорил про них, и сразу они вот приехали на каком-то вот... Это что у нас, гелик вроде бы? Приехали, короче, на гелики, но СВДшка туда не достает, блин. Короче, будем, наверное, сейчас их поджимать, хотя не хотелось бы, если честно, тратить ХПшки, то есть идти прямо на них, вот как тот челик. Хотя нас, в принципе, так-то много, типа, а их там всего лишь 4 вроде бы было. То есть здесь у багажников прям будет очень сложно к нам прорваться, потому что, во-первых, потому что у нас тут очень много машин, как бы из самих нас тоже достаточно много. Опа, это что за пассажир приехал? Так, ну тут я уже хотя бы достаю, а то я там не доставал, а тут хотя бы вот можно пострелять по ним. Ну все, дальше я тут уже не достаю, потому что СВДшка так далеко не пуляет, к сожалению. Получается, 15 минут прошло, у нас открылся вагон, и теперь мы можем залутать вот эти вот ящики. Но, правда, у них тут тоже есть небольшой такой вот... Нужно подождать немного времени, чтобы их можно было залутать. Все, сумку я залутал, но я только лишь одну могу ее взять. Все, теперь те сумки, которые мы залутали, мы должны отвезти на воинскую часть. Надеюсь, того бензина, который сейчас мне в вертолете хватит, чтобы долететь до ВЧ. Хотя долететь, я думаю, хватит, а вот улететь с ВЧ уже, думаю, точно не хватит. Все, мы прилетели. Также, ребят, если вы не знали, то у нас как бы с приходом последнего обновления на Амайзинге вот обновили как раз-таки интерьер у воинской части в складе, вот. Ну что, вот и подошел этот ролик Будни Фейсбэк к концу. Надеюсь, вы его посмотрели с кайфом на одном дыхании. Напоследок, я напомню, что скачать Амайзинг можно по моей ссылочке в описании. Также не забывайте вводить мой промокод в Флоте и получать различные крутые бонусы. А я с вами прощаюсь. Всем удачи и до скорых встреч. Еще увидимся.